35 лет назад на филологическом факультете КГУ сформировался поисковый отряд «Снежный десант». Именно этот отряд впервые пошел в долину смерти, работал над архивами 334-й стрельковой дивизии, положил начало поисковой археологии. В настоящее время работу «Снежного десанта» выполняют Объединение Отечества, Республики Татарстан. Наш «Снежный десант» оказался рабочей группой книги памяти, которую мы выпускали погибших в Республике Татарстан, 28 томов. И вот эта электронная база данных, которая сейчас выставлена здесь, в Парке Победы, как раз и создана нашими ребятами, активом вот этим вот «Снежным десантом», поисковиками, школьниками разных школ города Казани. И вот поэтому я считаю, что вот этот мемориал, книга памяти, это, конечно, результат работы прежде всего наших поисковиков в Казани, Республике. В Парке Победы прошло вручение извещения о смерти солдат, которые ранее считались пропавшими без вести. В извещении указывается, кто и где служил и при каких обстоятельствах погиб. Еще одной формой деятельности поискового отряда является нахождение в интернете наградных документов с указанием подвига солдата, которые также были вручены ветеранам и их родственникам. Евгений Кузьмич Калмыков был младшим лейтенантом уже в годы войны. Тоже был на фронте с 43-го года. Призывался, кстати, из Сталинградской области. И наград в том времени не имел, но представлен был Корпену Красной Звезды. Лично для меня это значит то, что есть люди, которые, особенно важно, что это молодые люди, которые занимаются вот этим трудом, поиском в архивах, запросами. Это же тоже все занимает время. Я не говорю уж о том, что раскопки на местах боевых действий и поиски останков, захоронения неизвестных солдат, проведение всяких экспертиз, то есть нахождение их родственников. Все это такой труд. Меня вот радует, прежде всего, что есть люди, которые этим занимаются. И пока такие люди есть, я верю, что и будущее у России есть. Каждый желающий, который хочет узнать подробнее о своих родных пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, может оставить анкету с запросом на поиск в историческом мемориальном комплексе «Книга памяти». На награждение побывали Юлия Парышева, Ильнур Насибулин, Универньюз.